Всем привет! Меня зовут Олеся, вы на канале Alessian Wonderland. Я рада вас приветствовать, потому как мы продолжаем с вами тестировать тональные кремы. Если вам интересно, то сегодня на повестке дня у нас будет один из бюджетных тональных кремов, который вообще доступен в масс-маркете, который можно приобрести в ближайшем, я так полагаю, магазине косметическом. И сегодня мы будем тестировать тональный крем устойчивый от компании Artvisage. Это российский бренд. Изготавливается косметика где-то в Подмосковье. У меня два крема из их линейки. Первый это 201 тонн, и второй тонн это 203. Я пропустила 202. Я сейчас боюсь комментировать, мне кажется, что он был для меня очень розовым. Возможно, я ошибаюсь. И мне кажется, что 201 тонн будет достаточно актуален для большинства славянок, как мне кажется, в переходный период, в начале, возможно, лета, когда кожа еще не сильно загорела, или в конце, возможно, же весны, когда кожа уже не такая белесая, и в то же время она едва-едва только начинает подзагорать, и в то же время остается таким оттенок лица землистым после зимы. Здесь 25 мл. Это чуть меньше, чем стандартная упаковка тонального крема. Как правило, там около 30 мл. Но тут невелика разница на самом деле. Срок годности крема 30 месяцев после открытия. В общем-то, достаточно весомо. Ну, упаковка, конечно, дешевенькая, но не скажу, что она трешовая. В принципе, достаточно нормальная обычная упаковка. SPF6, которую заявляет производитель, вообще не стоит принимать во внимание. Приступаем к тест-драйву. Я буду использовать для нанесения свою любимицу вот эту кисточку от Artis номер 8. Еще раз посмотрите, какой оттенок. Надеюсь, что свет у меня выставлен более или менее хорошо, чтобы вы адекватно могли оценить цвет. Так, ногти сегодня игнорируем. У меня ногти переживают не лучшие времена. У них стресс. Как видите, оттенок совпал, по крайней мере, я в жизни в своем зеркальце вижу, что он совпал оттенок лица с оттенком кожи. То есть он такой серо-зеленоватый. Покрытие, наверное, чуть-чуть выше слабого до среднего. Распределяется крем очень и очень легко. Это настолько пластичная, легкая в работе текстура. Ее так легко растягивать, что на самом деле не каждый люксовый тональный крем может похвастаться подобным. На порах лежит очень хорошо. Он в них, тональный крем, не провалился. Посмотрите, вот еще раз приближу свое лицо. Прекрасный лежит. Настолько он выглядит натуралистично и естественно, что даже при ближайшем нахождении человека тона совершенно не видно на лице. Опять же, он только слегка выровнял. Поры он не заполировал. Такое впечатление, будто просто ничего на лице нет. Просто тон лица стал более однородным. Не более того. Очень мне нравится финиш. Он не блестящий и не глухоматовый. Я сейчас не люблю ни то, ни другое. Мне нравится промежуточный вариант, когда это как настоящая кожа после умывания. И буквально через 20 минут после этого самого умывания проступает самое мизерное количество себума первоначальное. И кожа выглядит очень здоровой. Кожа выглядит чуть-чуть слегка поблескивающей. Вот я сейчас лицом водить буду в стороны, вы увидите, что немножко он самую малость бликует. Но при этом он очень сухой на лице. При этом он совершенно не ощутим. Я его чувствую очень приятно. Он ничего не стягивает. Но опять же, повторюсь, ощущение одно из самых приятных при нанесении тона. И не видно его, и не ощутимо. Он словно вы нанесли какой-то крем. При этом не очень сильно увлажняющий. Нет, увлажнения особого я не чувствую. Но и не матирующий. Потому что даже сухие периферийные участки моего лица крем не стянул. Я напомню, что кожа у меня комбинированная, склонная к жирности сейчас в это переходное время. Вы знаете, единственное но, что этот тон не сделал цвет лица прям вот очень свежим. Потому что если это была бы желтинка, то она чуточку бы мой купероз или в принципе склонность к раздражениям на лице бы перекрыла. И сделала бы тон лица, наверное, более свежим, что ли. Потому что вот этот землистый оттенок, мой природный, зеленоватый, он остался практически идентичным. С одной стороны, как бы мы все ищем вариант, когда у нас будет совпадать цвет лица и шеи. А с другой стороны, иногда мы хотим улучшить именно цвет лица. В данном случае он выровнен, но не улучшен. Вот такие вот я выводы делаю. Потому что все равно вот этот землистый оттенок есть. Но я по опыту знаю, что все это с легкостью можно перекрыть бронзером, который освежит несколько оттенок лица. Такой оттенок загара. И плюс, ну конечно, если мы добавим румяна, это тоже все сделает более свежим видом. Попробую нанести дополнительный слой, небольшой. Во-первых, мы посмотрим, как крем наслаивается на те места, где у меня самые явные недостатки. В частности, я буду наносить вот-вот сюда, на эту зону. А потом куда еще? Такое впечатление, будто у меня недостатков на лице и нет вовсе. Так, вот сюда. Обычно у меня подбородок такой проблематичный. Тем более здесь вот у меня рядом со ртом сейчас шелушение и болячка была. И вообще вот эта часть моего лица такая самая дряблая, наверное, можно было бы сказать. Остальная кожа достаточно ухожена. Но вот здесь вот мне не очень все нравится. И, наверное, чуток я дополнительно положу на крылья носа, потому что у меня там купероз. И вот здесь у меня, как правило, тоже все лежит не идеально. У меня вообще вот эта часть лица моя, как лакмусовая бумажка для того, чтобы продемонстрировать работу на возрастной, увядающей коже. Потому что вот именно вот этот отрезок у меня, наверное, тут самая серьезная артикуляция. И не знаю, что видите вы, а я вижу, что крем с легкостью переносит наслоение. Покрытие стало чуть более плотным. Но, опять же, ощущения все остаются прежними. Точно так же легко я ощущаю на лице. Маски повторный вот этот нанесенный слой не создал. Но точно так же крем легко растушевался. А это еще одно дополнительное включение внезапное в этот же самый день, но уже вечером, когда я собираюсь непосредственно навстречу. И обратите внимание, какое получилось покрытие. На этот раз я наносила тон уже синтетической, плотно набитой кистью обычной, которую наносят у нас обычные люди. Тональный крем на лицо. Это была Sigma, по-моему, F80 или что-то в этом роде. И покрытие получилось очень плотным. От среднего к плотному. Обратите внимание, все напрочь, все перекрылось. Я, честно говоря, сама не ожидала. Я знаю, конечно, что от способа нанесения зависит степень покрытия. Но, чтобы настолько это дело разнилось, насколько тоненько и деликатно разносит кисточка от Artis, что даже самую плотную и тугую основу удается нанести легчайшим слоем. А здесь, посмотрите, все полностью перекрыто. Степень покрытия совершенно не хуже, чем у Double Wear Estee Lauder. А еще обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас на лице у меня все то же самое, что было сегодня утром. Но только на этот раз кожа выглядит значительно светлее первоначально. И примерно на тон темнеет тональный крем в течение дня. Он окисляется. Имейте, пожалуйста, тоже это в виду. Я думаю, что разница будет очевидной. Я как раз этот кусочек вклею в середину своего тест-драйва. Прошел час момента нанесения тона, но я решила припудриться в прямом эфире, потому что я вначале не припудривала. Решила посмотреть, как долго он продержится на лице без того, чтобы начать бликовать. Но я увидела первые изменения тона, которые бывают, если его не закрепить пудрой. И решила, что лучше я сейчас все это дело прокомментирую и сразу нанесу пудру. Что я вижу? По-прежнему крем практически не бликует. Посмотрите, он, ну вот, может быть, самую-самую малость через час забликовал. Но что я вижу, опять же, в этой самой моей лакмусовой зоне, назову ее так, видно, что там, где кожа не самая идеальная, крем чуточку вот здесь вот под носом, ну, не подсобрался, вы знаете, но выглядит не идеально. Я все-таки его пальцем сейчас распределю. Он, кстати, пластичный и поддается. Вот так. На крыльях носа нормально, он никуда у меня тут не сбился. Обычно я через два часа прихожу, но некоторые из тонов я сразу припудриваю, другие нет. Здесь на подбородке, ну, может, он и не подсобрался, но тоже выглядит, знаете, не идеально, что ли. Вот я сейчас еще раз. Вот здесь вот в этом месте, где у меня сейчас шелушение, он, конечно, и соответствующий сидит. Вот здесь вот мелкие морщинки, вот там, где бороздки, морщинки, опять же, не подсобрался, но выявляет, что ли, текстуру вот эту вот неоднородную. Тоже вот так маленько пальчиком вот так все это разнесу, и вот здесь разнесу, и вот здесь разнесу. Вот тут тоже у меня не самое идеальное место, здесь у меня опять были высыпания, и я к ним приложила свои ручонки. А в целом, вот если не брать во внимание вот эту зону, где, в принципе, изначально все было не очень, крем лежит прекрасно. Мне очень нравится. Вот правда, очень нравится. Я сегодня буду использовать пудру от Too Faced, Prime & Polos, и так ее обильненько, она желтоватого оттенка, но немножко может давать белесый такой отцвет. Нанесу ее своей любимицей, кистью от Reeve-Gosh Professional, вот этой. Прошло 3 часа, я уже успела куда-то зеркало задевать, буду смотреться в маленькое и комментировать то, что вижу я. Так, я вижу на носу обнажился купероз на крыле носа. Привет, купероз. Но тональный крем достаточно пластичный, удается его сюда растянуть. Дальше. Ну, может быть, немножечко тон вот здесь вот подсобрался, где у меня, как правило, собирается тон, там, где, соответственно, крыло стыкуется с лицом. Здесь ситуация похожая вот с вот этой стороны, но купероза я здесь не вижу. Скорее всего, я дотрагиваюсь до носа, не помню просто. Так, тоже я здесь распределю пальчиком под носом. Ну да, под носом оно и не подсобралось, но тем не менее, все равно стало выглядеть не очень однородно мое покрытие. Тоже пальчиком распределю. Так, слушайте, купероз. Еще немножко надо подзамазать. Здесь тоже немножко стало не идеально. Тоже можно распределить пальцем. Здесь вот маленькая морщинка. В морщинку подзапало маленько. Лицо стало блестеть, несмотря на то, что я припудривала его. Когда я припудривала? Два часа назад. Пудра сама по себе не очень сильно матирующая. Вот эта пудра на основе силики, она хорошо выглаживает, но хватает ее совсем ненадолго. Кстати, аналогичная проблема у меня была с пудрой HD от NYX, которая тоже на основе силики. Все-таки тальк в этом смысле куда как более матирующий. Так, сейчас я снова буду наносить на свое лицо пудру. И лицо, мне кажется, сейчас выглядит чуть более уставшим. Оно не только бликует, но и немножко уставшее. Хотя на щеках все это выглядит очень хорошо. Между бровями тоже у меня здесь достаточно проблемное место, тоже выглядит неплохо. Да, оно стало бликовать, и за счет этого поры стали более отчетливыми, но тон туда не провалился. Вообще, тон не провалился в поры нигде, надо сказать. Да, на стыках он выглядит не очень, и так и тянет сделать предварительный вывод. Этот тон, конечно, и безусловно не подойдет людям, у которых кожа уже взрослая. То есть он однозначно предназначается для жирной, молодой кожи, кожи, наверное, в возрасте лет эдак до 30. Я так полагаю, когда еще не очень явная дряблость, когда не такие глубокие морщины, нет так много бороздок на лице и так далее. В таком смысле, вот где у меня кожа более или менее хорошая, он смотрится прекрасно. Опять же, вот здесь он выглядит, ну, таким, поношенным, что ли, подчеркивающим текстуру. Прошло 4 часа. Планы у меня несколько поменялись. Я подзадержалась дома, и во второй половине дня у меня будут встречи. И поэтому, скорее всего, я не буду носить этот тон дольше 6 часов. Еще 2 часа у меня дома есть, и перед уходом я последний раз сделаю прямое включение. И сделаю уже окончательные выводы, но предварительно я уже вижу, что, опять же, лицо стало выглядеть более усталым. Опять тон стал себя проявлять, аналогично тому, как было в предыдущий раз. Опять же, он здесь стал смотреться таким достаточно поношенным. И обратите внимание, на щеках он по-прежнему выглядит, если более или менее хорошо. Опять же, ничуть не поменялась его, так сказать, локация на порох. Он наверху, а не внутри, что здорово и замечательно. Но, опять же, вот здесь он снова подсобрался. Опять же, на подбородке он не подсобрался, но подчеркивает текстуру и делает кожу более возрастной, чем она есть на самом деле. Здесь он в морщинку немножко подзапал. Здесь тоже на носогубных складках он выглядит не очень здорово. На щеках все по-прежнему неплохо. Опять же, между бровями все опять хорошо. Я снова припудрюсь. Я уже могу себе это позволить, потому что все равно придется его смывать перед уходом и новый тон наносить. И включение сделаю спустя еще, возможно, пару часов. И мы сделаем с вами окончательные выводы. 5 часов прошло, и я буду комментировать то, что я вижу. Ничего криминального не происходит сейчас на моем лице, но мне через час выходить. А поскольку крем уже не выглядит свежим на лице, я все-таки его предпочту удалить и нанести нечто другое. Или, может быть, даже снова его нанесу. Что касается вот этой части моего лица, то опять он стал подчеркивать текстуру кожи. Вот такая прямо дряблость видна вокруг рта. Вот посмотрите. И вот здесь, где у меня были особенно явные какие-то проблемы, тон обнажил эти самые места. Видите? То есть поначалу мне казалось, что она была более замазанная, вот эта штука. Сейчас же нет. На щеках все нормально. Вот там, где кожа посуше, и там, где рельеф, скажем так, более сглаженный, тон лежит хорошо. Поэтому выводы, которые я делаю. Первое. Это крем не для возрастной кожи, безусловно. Он все это подчеркнет некрасиво. Второе. Крем этот не для жирной кожи. Потому что, вы видите, он все равно долго блеск не сдерживает. Наверное, для нормальной он будет хорош. И я думаю, что он будет очень и очень неплохо держаться и смотреться на сухой, достаточно молодой коже. Опять в возрасте, наверное, лет до 30. Жирная кожа нет, возрастная кожа нет. Если поры расширены, кожа комбинированная, но не такая жирная, как у меня, то да, безусловно, нормальная, да. И для сухой кожи, я думаю, тоже он будет, как вариант, неплох. Вообще, я ставлю ему для всех вот этих типов кожи, в принципе, 4 с плюсом 5. Или 4, может быть, с минусом, если кожа очень жирная в центральной части. То есть, он скорее мне не подходит по типу кожи, но сам по себе крем, как вы видите, выглядит очень хорошо и ведет себя на порах достойно. Вот, собственно, такие выводы я могу сделать. Для меня этот тон, скорее всего, будет подходящим в зимнее время, когда у меня кожа значительно сушит, даже чем сейчас, в переходный период. И да, я говорю ему, он молодец. Для бюджетного крема он ведет себя достойно, выглядит достойно, но стойкость у него невысокая. Но мне кажется, что по стойкости он, наверное, сопоставим с кремом CC от Lumine. Тоже у которого красивый финиш, но более влажный. Здесь финиш более сухой. Мне вот этот финиш даже нравится больше. И поначалу первые, наверное, два часа он вообще идеально смотрится. Просто идеально. И я буду признательна, если вы поставите этому видео лайк, потому что я хочу несколько больше вкладываться в развитие своего канала. Мне бы очень хотелось, чтобы другие люди посмотрели это видео. Конечно, признательно вашему вкладу. Всего вам самого доброго. До свидания. Увидимся в другом видео. Пока.